всем привет ребят хочу сказать что я не пропал до этого у меня долго видео не выходило просто напросто навернулся комп там у меня в запасе но десяток а то и больше видео точно есть разные ну я пару видео конечно выкинул последние с размерами предпоследняя с тем как мы пригнали автомобиль ездили выбирать одно на другое наложилось то поездки то компьютер в общем смотрите что это такое об она бармалей да не узнали в общем это и есть этот бегемотик toyota avensis как вы все знаете мы взяли ее под ремонт как я говорил то есть тут скажем так ряд в таких небольших проблем первая проблемка скажем так начнем сверху было точнее он есть он видим у нас под прокладки с под головы течь масло и при первом пуске немножко шумит цепь то есть видимо уже и цепь растянута и натяжитель уже подуставший но 180 тысяч естественно уже пора на м g карри фану ссылочку в конце скину им же 350 также там что им же 6 идет там вообще цепь на 40 50 тысячах у тебя тут уже как говорится по две сотни надеюсь что это натуральный пробег вот поэтому мы вот все заказали сразу вот цепочка здесь натяжитель тойотовский оригинальный скажу так по ценам вполне вполне еще приемлемые цены то есть я честно говоря не ожидал что будет скажем так не сильно дорого на эту модель полторы тысячи гривень натяжитель 450 так вот ремешок навесного оборудования там уже потресканы естественно прокладка под голову также что же видим оригинал с таким номером высокому интересно сальник коленвала сальники клапанов или маслосъемные кампачки ну и воздушный фильтр такой фирмы в принципе так это мы приготовили но это будет отдельный день с работой по двигателю сейчас же мы занимаемся прочими проблемами то есть значит что у нас еще здесь присутствует ну помимо того что конечно она на колпаках не на титанах это скажем так детство жопы давно прошло не столь важно то что она скажем так колхозный вариант не тонированные вот она это чуть попозже затонирует в общем нас беспокоило вибрация при разгоне где-то 40 ну и там сколько давишь при наборе скорости идет вибрация только газ попустил или держишь ровненько или с малой нагрузкой вибрации практически не думали либо шуток с приводом либо со шрузом ну в итоге нашли в чем беда также шумов пара хозяин въезжал куда-то столбик какой-то менял фару взял с разборки видимо навалялась он где-то на улице вся грязная сняли ее также авенсиса воды этого кузова все в курсе что юбка очень низко снимем юбочку наверно все таки тут сантиметров 5 она нам добавит поснимали все защиты также видимо слева защита в таком состоянии правая вроде получше пластиковая как она называется подкрыл отдаст с этой стороны здесь везде идеально здесь тоже немножко разве ну то уже будем смотреть по финансам как брать не брать что давай проверим артем как бьет также по трассе когда идешь конечно шумоизоляция здесь хорошие ничего так не скажешь но все равно немножко слышно что подгуживает какой-то подшипник как выяснилось правой и вот смотрим причина вибрации али может заведи как раз и подшипник послушно слышно хорошо все раз можно то регулярно нельзя в общем как мы проверяем подшипники кстати услышали натяжитель покажу полсекунды буквально был включаем драйв и поехали смотрим за полу вось все а лошадь и вот отсюда отчетливо слышен гул то есть подшипник надо менять и как видим очень прекрасно бьет полу даже тут отверточкой в прошлый раз брал делал чирк вот вот он чирк вот в одном месте есть дальше проворачиваем его нет видно прекрасно что он погнутый то есть ребята тут снимали двигатель что-то с ним химичили видимо при снятии движка куда-то полуось вылезла на нее в блоке или машины или еще что-то ну то есть если не уделять должного внимания на эти вещи бывает вот такие вот происходят неприятности ладно потихоньку приводим в порядочек да конечно все бережно очень видно сюда еще уважают что это разгляну колечко есть не здесь нету колечко пациент пошел узнавали на разборке есть 50 долларов цена вопроса с наружным шузом кривой немножко почували идем думать что с ней пока временно сделать в общем приблизительно сделали себя крестик отметили вот таким вот тут макаром пытаемся немножко пока скал хозить давай дарим еще чуть-чуть она хорош в общем что снял я размеры на кстати выровняли кидали на ровную плиту видно было просвет под ней крутишь проворачивается при провороте просвет уходил то есть при помощи пресса вроде как выровняли вроде как боль-мень подобрали плюс еще сняли вот этот демпфер который естественно имеет вес и при оборотах центробежная сила то есть видимо он добавлял еще этой вибрации скажем если чисто даже его снять уже она была гораздо меньше ну попробуем как бы в принципе поставим как она себя поведет на всякий случай вот я снял размеры длина вот отсюда наружнего привода от места резьбы до отсюда у нас 830 миллиметров также шрус наружней 26 лицов видим диаметр 27 под внутренний шрус 23 шлица диаметр 25 это вот эта часть это все дело промерили теперь что там также помыли наши все блин вас дождь лупанул закрыл шопу извини мочила вот видим три шип помыли также пыльник вот он тоже самое вытерли все тряпочкой насухо будем новый смазочкой все набивать года у нас конечно сегодня 9 мая всех с праздником конечно шашлыки не дают пожарить кошмар так ладно что действуем дальше собираем все обратно также совместно вот занимаемся отмывкой фар при помощи промышленного фена отклеили стекло от корпуса фары и теперь вот дистиллированной воде то есть кстати смотрим вот наша погода кстати набрали воды дождевой аккуратненько эти отражатели дабы не содрать только мягенькой кисточкой отмываем все у нас один элемент готов сохнет итак поставили на место все единственное шоу без этого вот нашего балансирую пробуем щас давай драйв все равно есть смотрим кстати характер царапины об вот видим давай крути она более длинная раньше она цепляла где-то треть вала сейчас же больше половины то есть получается какого-то до результата мы добились но в принципе все это провериться на ходу уже наверняка так же выкрутили пробку с поддона нашей кпп автоматической само масло вот на запах нюхаем горелым не пахнет это уже хорошо единственное что вот видим цвет его слегонца потемневший уже то есть видно что масло давно не меняли оно должно быть красного цвета такого бывает еще желтого основном красный есть у меня три литра такого нового масла как все мы знаем замена автоматической коробки не идет полная на лишь подсвежается около пятидесяти процентов поэтому смотрим у нас тут 6 литровая баклажка разрезная пополам сольется сейчас около трех литров как раз то что нам надо маслицо вот видим темная конечно радует что нету запаха и нету здесь никаких частичек металла стружки там еще чего-то после чего затягиваем пробку обратно и наливаем в тару для того чтобы узнать какое количество у нас слилось и легче было нам заливать то есть такое же количество и зальем свежего маслица вставляем в леечку в трубку щупа и через нее заливаем тоненькой струечкой свежее масло вот такого цвета должно быть масло вот такого вот